Считаешь себя профессиональным геймером или крутым гиком? Тогда тебе сюда. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Мак, и наконец-то перед вами коллекционное издание игры The Last Guardian. Ну что ж, это второй долгострой в этом году. Первый Final Fantasy, второй Last Guardian. И, в принципе, хочу вам сказать, что, судя по отзывам, игра все же удалась, хотя была несколько раз отменена. История повествует о невероятной дружбе маленького мальчика, не знаю его имя и неизвестно ли, будет ли нам сказано это имя в игре. И довольно интересного существа по имени Трико. Перейдем к коробке. Коробка белого цвета, надпись Last Guardian на фоне такого перышка. И сама надпись выделяется. То есть у него такой курсив, который выделяется. С этой стороны у нас располагается небольшой такой арт. Стражники бегут за этим самым мальчиком, где ждет его Трико. С другого боку у нас надпись The Last Guardian. Здесь у нас состав коллекционного издания, который вы не любите, когда я показываю. И опять надпись The Last Guardian. Вот 12 лет. А это значит, что нас ждут возможно сцены, небольшие сцены насилия. В общем, такая вот коробка. Можем приступать сразу к распаковке. Открываем. С этой стороны открывается коробка. И внутри нас ждет еще одна коробка в виде коробки. Вытащим. Сама коробка ничем не примечательная, только своим, в принципе, видом. А так это обычная картонная коробка. Открываем. Что же мы здесь видим? Артбук. Довольно-таки тонкий. В твердом переплете. Наклейки. Код на саундтрек. И стилбук. Начнем с артбука. The Art of The Last Guardian. Логотип PlayStation. Я, честно говоря, думал, что артбук будет довольно такой толстый. Оказывается, нет. Давайте рассмотрим с вами парочку иллюстраций. Концепт артбук. Концепт артворк. Чем-то похож на кошку-собаку. Лапы его. Не буду вам показывать весь артбук. Потому что это будет довольно долго. Но довольно интересно расписано. Как такой, знаете, мини-дневник, который расписан именно от руки. Ну, классно сделан. О, надеюсь, это не спойлер. Так. Что здесь у нас? Storyboards. Рассказы. А, это идет у нас раскадровка. Как? Что, зачем идет? Ну, это классно, кстати. Прежде чем снимать какую-либо сцену, сначала художник рисует ее, изображает, что, зачем идет, кадр по кадру. И только тогда уже идет обработка. И, скажем так, режиссер и сценарист уже пытаются в жизнь ввести наброски художника. Да, довольно интересно все сделано. Классный артбук. Идем дальше. Далее у нас вот такой вот набор наклеек. Давно я не видел такие прикольные наклейки. Но, честно говоря, я бы не стал их клеить на PlayStation. Но это я. А вы можете поступать, как вы хотите. Обычные, хорошие, такие, хорошего качества наклейки. Краска и поликрофия. На уровне. Такие вот наклеечки. The Last Guardian. Следом у нас идет стилбук. В таком вот он картонном рукаве. Кстати, очень редко можно увидеть, когда стилбук в картонном рукаве. Лично для меня. Я не знаю. Так. Здесь у нас саундтрек. Ух ты, саундтреки. Скриншоты. И всякие технические особенности игры. Japan Studio. А вот такой вот стилбук. И хочу вам сказать, он классный. Реально. Радон глянцевый. Но он сделан просто великолепно. Корешок The Last Guardian. Очень классный трико и сам мальчик. Они как выделяются на фоне. Очень красивый стилбук, хочу вам сказать, ребята. Очень. Открываем. Внутри мы видим код. Дай бог, на загрузку динамической темы для Соньки. Снимаем диск. Внутри никакого код на активацию в стиме нету. Казалось бы. И внутренний арт выглядит таким образом. The Last Guardian. Красивый стилбук. Действительно, ребята. Очень красивый стилбук. Он займет достойное место в моей коллекции. Ну и напоследок. Самое интересное. Та-дам! Аккуратно. Аккуратно. Мальчика запаковали отдельно. Боже, какой он маленький, посмотрите. Сразу рассмотрим скульпт лица парнишки. Потому что в интернете ходит очень много мемов касательно этого. Но хочу вам сказать, что у меня более-менее скульпт удался. Сами можете посмотреть. Парень улыбается. И рад вас всех видеть. Сам же Трико. Но он, конечно, очень классный. И вы знаете, у него такое вот оперение. Его как будто хочется погладить на самом деле. Очень такой специфический материал. Как бы и резина, и не резина. Усики такие у него. Класс. Вот ощущение, что он вот-вот проснется. Конечно же, надпись Last Guardian в очередной раз. Ну и мыльная трава. Дабы потроллить владельцев PlayStation, наверное. А сам Трико сделан просто шедеврально. С обратной стороны у нас написано, что все права принадлежат. Бла-бла-бла. Ну и сделано в Китае, разумеется. Очень жалко, что данная фигурка, спящая фигурка, она не подсвечивается. Потому что было бы мне, как кажется, очень классно, если бы она подсвечивалась. Очень классно выглядит зверек. Я думаю, что он достаточно будет круто смотреться на вашей полке. Даже многие могут подумать, что это какое-то животное вы приютили. И ставляем своего парнишку. Вот так оно все выглядит. Очень-очень классно. И еще раз рассмотрим саму фигурочку. Со всех, можно так сказать, мест. Очень качественная фигурка. Девятку можешь получить стабильно. Хотя, первоначально вроде хотели сделать, что как бы трика стоит на камне. Но и этот момент очень классный. Когда он спит, а сверху его парнишка оберегает. Может быть, это он и есть последний хранитель. Вот такое вот было коллекционное издание игры The Last Guardian. Хочу вам сказать, что я в принципе не являюсь поклонником прямо таких игр, как ICO and The Shadow of Colossus. Хотя обе игры проходил на PlayStation 3. И ICO мне понравилось намного меньше, чем Shadow of Colossus. Заценим, посмотрим, что делали все эти годы с Last Guardian. Как его привели или не привели в порядок. Ну а мне осталось добавить, что с вами был МакГрубер. Как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Там много чего интересного. Ну а мы с вами еще увидимся. До новых встреч и до новых приключений. Пока! Спи сладко, крыска в тарелке.